Всем привет! Мы вновь в Хоринисе, на острове. И в последний раз мы забрали в сторону фермы Анара. Помогли освободить от бандитов одного из пропавших людей, который должен был вернуться в Хоринис, но его девушка, она пропала. Вот, такие дела. Она должна быть где-то неподалеку, потому что вроде как ее похитили прямо где-то тут, недалеко от того, где он находится. Ближе, наверное, вот как раз к ферме. Собственно, сейчас будем продолжать бегать, смотреть, изучать локацию, как изучать, обследовать. Вот, потому что локации-то мне всем знакомы, но где эта девушка, я, к сожалению, не помню. У нас теперь еще модный лук на 50 ловкости. Этот путь, кстати, ведет к проходу. Да, буквально к проходу. То есть от таверны, если бы мы пошли туда, мы бы попали вот туда. А это вот другая сторона, еще одна ферма. Не помню, кому она принадлежит, на самом деле. Можно забежать сейчас. Поговорить с ребятами. Им, наверное, надо помочь с лукерами. Все еще балуюсь с настройками микрофона. Пытаюсь настроить так, чтобы было нормально, потому что на записи получается, ну, по крайней мере, мне кажется, что оно тихо. Тише, чем хотелось бы, потому что звук все время где-то находится в желтой зоне, хотя должен доходить до красной. Но, естественно, не за ее пределы. Вот. Возможно, сейчас будет чуть получше, но я не знаю, не будет ли такого, что иногда будет перебирать. Ну, заодно посмотрим, короче. Все в порядке? Конечно. Ну и отлично. Что ты делаешь здесь? У нас сейчас в порядке. Это не такая уж тяжелая работа. Пошел овец. Но иногда нужно быть очень внимательным, особенно если приближаешься к проходу. Угу. Угу. Уж этот проход. Что ты знаешь о проходе? Немного. Только то, что он ведет в старую долину рудников, которая была окружена барьером еще несколько недель назад. И тогда единственное, чего нужно было подставить на андерном, это ежемесячного года. Как каравана, доставляющего различные грузы в долину рудников. Эти головорезы сильно усложняли нам жизнь. Угу. А вы грабили караваны? А ты был в долине рудников? Нет. Но иногда я пасу овец рядом с проходом. А зачем? И я всегда вижу там двух паладинов, стоящих на страже. Похоже, они там, чтобы никого не выпускать из долины. Раньше долина рудников была естественной тюрьмой. Если ты попадал туда, ты уже никогда не мог выбраться назад. Где мне найти проход в старую долину рудников? Около двух водопадов на другой стороне этого палочка. Двух, а там водит три, нет? Ну ладно. Не вижу здесь женщин. Где женщины? Дайте мне женщин. Я не вижу здесь женщин. Что это? Это мужская ферма, так сказать. Это даже к лучшему, мне кажется. Это как мужской монастырь? Только ферма? Что говорят о долине рудников? Разное. Некоторые говорят, что слышали крики по ночам. Другие видели странный свет над горами. Ну а я думаю, что это все пустые сплетни. Ну конечно. Конечно пустые сплетни. Расскажи мне об этих паладинах. Как давно они стоят здесь? Неделю или две, по-моему. Я точно не помню. Не так давно тут был даже целый отряд паладинов. Они прошли через проход. С тех пор я их больше не видел. Беда. Смотри, не перетрудись. Смотри, не перетрудись. Я попробую. Отлично. Бенгар, привет. Ты кто вообще такой-то? Ты здешний фермер? Можно сказать и так. Хотя на самом деле я простой арендатор. Вся земля здесь принадлежит одному крупному землевладельцу. Какому? Анар? Что ты думаешь об Анаре? Это жадный ублюдок. Из-за него нас всех повесит. Однажды придут паладины из города и заставят нас, мелких фермеров, расплачиваться за все, что он наделал. Но у меня нет выбора. Ополчение приходит сюда только за тем, чтобы собирать налоги, а не за тем, чтобы защищать мою ферму. Если я буду проявлять лояльность к городу, я останусь совсем один. А так, Онор хотя бы иногда присылает наемников посмотреть, как мы тут живем. И налоги небо собирает. Как ты зарабатываешь на жизнь? В основном охота и рубка леса. Ну и, конечно же, мы также выращиваем овец и работаем в поле. Онор навязал мне всех этих работников, и мне приходится чем-то занимать их. Всего несколько из них хорошие охотники, понимаешь? Понимаю. Ты же арендатор-то не мог. Своих-то нанять нет. Видимо, нет. Не случалось ли здесь в последнее время что-нибудь необычное? Последние дни происходит много необычных вещей. Но самым необычным было исчезновение Пардоса. Ох ты ж, блин, бедный Пардос. Понимаешь, он не из тех, кто способен в один прекрасный момент все бросить и избежать в неизвестном проявлении. Это Артос, Артос, Пардос и Падремис. Так, и что странного? Что именно в его исчезновении показалось тебе странным? Пардос довольно труслив. Самое большое расстояние, на которое он уходил от фермы, граница дальнего поля. Он трясется от страха даже при виде мясного жука. Я понимаю. Выглядят они довольно неприятно, но считать их опасными... А еще говорят, кто-то их жрет. Мерзость. Человек к всему привыкает. Что не так с ним? Я не прочь отведать мясного жука. Он же мясной все-таки, белковый. Может быть, ему просто все надоело? Работа на полях была всей его жизнью. Я не могу даже представить себе, чтобы он ушел работать к другому фермеру. У меня он получал все, что хотел. Это именно так, как я сказал. Странно, конечно. Есть какие-нибудь мысли? Думаю, его похитили бандиты. В последнее время они повадились здесь шастать. Однажды я видел, как они тащили свой лагерь горожанина. Похоже, что они собирались сделать его рабом. Где находится лагерь бандитов? Там, где кончаются мои поля, есть лестница, ведущая в небольшую лощу. Там были, там не было пардоса. Там они и обосновались. Я хотел поискать там пардоса, но с этими парнями мне не справиться. Тебе, кстати, тоже лучше держаться от них подальше. Шутить они не любят. Так, а я не могу сказать, что я развожу по их, нет? Онор увольняет работников, которые не нужны на его ферме. Затем он посылает их ко мне, я кормлю их, и они работают на меня. Окей. Значит, нам надо было где-то поискать этого пардоса. Так, может кто-нибудь из ребят в курсе? Ну, тебе явно не в курсе. А вот этот? Понятно. Смотрите, что здесь есть крестьяне, есть фермер. Я думал, этот фермер, который... Как, вот там... Банглур, Бангар, 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 Бангар. Ну, видимо, он не фермер. Ого, у них тут... Блин, даже на фермах, где... Есть, типа, муж с женой, у них кровати были не сдвоенные, а тут сдвоенные. Но, дима, чтобы они... Все влезали. Потому что ты начнешь где остальным-то спать. У тех, кто они спят, видимо, на траве. Тут хотя бы все на кроватку... Могут выместиться, если лечь поперек. Да, ноги будут свисать, но... Ничего страшного. Я больше не хочу слышать об этом. А что, квеста нету убить? Там, кого-нибудь вот этих, например. Они никому не мешают? Тварь! Да подожди, это моя тварь! Еще одна грязная тварь! Да нет, да стой! Да это моя грязная тварь! Ядрить! Да вы что? Да что творится-то? Как я в это вот попал? Ядрить, колотить! Вы что? Да подожди! Еще убьет меня! Шизы гребаные! Какого хрена не понеслись? Окей. Хорошо, что мы ни хрена не сделали. Просто пообщались с чуваками. Нет, можно сейчас проскиплить будет. Капец. Кто знал, что они так начнут реагировать? Яро на них. О! Что? Откуда она тут взялась? Какого хрена там была рапира? Бандита. Бред какой. Подождите. А, вот этот. Кто из них именной был? О! Эм. А? Где тот чел, который был? Или это вот этот? А, это... Блин, я что-то думал, что он там раньше стоит. Кать. Шья. Угу. И-э. Очень интересно. О! Спасибо. Что? Да. Угу. Классно. И ты? Да. Сы. Угу. Теперь Бенгар. Ты? Км-о. Аккуратненько идем и всем наваливаем, потому что... Они оказались не в себе. Классно. Крестик. Че вы делаете? Это блин, куда опять вас понесло? Так, назад. Че? Чокнули что ли? Ядрить? Мудни. Только тебе бы одного забрать. У них нет шансов ядрить. У них нет шансов, чуваки. Еще одним монстром стало меньше. Да проваливайте отсюда. Там ничего нет. Чокнутое, блин. Опять налетели на них зачем-то. Че они... Ничего не сделали. Ох, и нам янов... Ноль фолловеров. Вот это да. Все отфолловились. Классно. Да вы че делаете, это придурки? Ну, ядрить одного уже взвалили. Че они до них докопались ядрить? Да куда ты понесся-то? Ты че, шиз что ли ядрить? Что у них с огром-то? Какого хрена? Че они на всех агриться-то? Что не так? Псс... Псс... Опазднуйте, все звалили. Длинный... Этот царится сейчас. Небось. Где-где-где-где-где-где-где-где? Так, ну да хватит. Как хватит от них отгребать-то? Ну, дни. Ты мясная тварь. Капец. Что же вы себя не бережетесь-то, блин? Там ничего нет. О, снова 27 флоров. Ничего себе. Да. Чудеса. Да и не только. Да и не только. Да и только. Блин. Всю фауну почти сагрили на себя. Капец. Че их в голову взглянуло? Так, ладно. Можно посеяться. Хотя бы парочку мы спасли. Так, где-то еще, по-моему, звуки были. Там-то точно далеке вот еще есть. Мне казалось, что ближе еще были звуки. Ну ладно. Ядрить там еще трое. Плохо, что я не умею ни хрена из них собирать. Из-за чего не выйдет ничего хорошего. Как-то мог бы когтей набирать из луркеров-то. Но. Не судьба. Что там еще? О, почти уровень. Правда, это нам ни хрена почти не дает. Надо сильно больше уровня иметь. Все, башни, кладись. Где-то тут не должно быть креста. Ну, в смысле, сокровища. Мне кажется, что за водопадом где-то было, нет? Тут не может быть. Не видно. О. Крова. Ржавый меч. Неизвестный солдат. Кажется, не самое лучшее место для захоронения, конечно. Как будто бы. Конечно, не шарю. Но, блин, тут вода. Повсюду. Странно, короче, решение. Так. У нас есть вариант. Мы можем спрыгнуть, на самом деле, проверить, как раз, водопады. Так, я его сейчас поставлюсь лучше. Водопады. Мне кажется, за водопадом здесь должно быть что-то. Но это не точно. А вот тут нету кто-то. О, во. А, здесь. Вот он, гасили. Кажется, я кое-что нашел. Лотой кубок. Блин, а потом случайно все продам нахрен. Я же, чё, смотрю, что ли. Так, если уже что-то, наверное, продал его. Ну, ладно. Еще как-нибудь объяснимся. Ну, камон, ну чё, ожидаешь, что я буду следить за тем, что у меня в инвентаре нахрен есть? Вообще, мы можем попробовать пойти сейчас прямо к Декстеру. Типа, это немножечко опасно. Но там, как минимум, налетит Грег. И, возможно, всех расхреначит. Хотя он, наверное, налетит. Блин, он налетит уже, когда я с Декстером поговорю, по-моему. Не раньше. А где, кстати, сейчас, Грег? Мне кажется, я его где-то видел. А, может, он, как раз пошел в эту сторону? Может, он там где-то, по-моему, да нет. Ну, ладно, сейчас проверим, короче. Вообще, там можно добыть имбалук. Ну, или не там, но где-то вот тут рядышком должен быть прям имбалук, который появился в ДЛЦ. Весь я не путаю. Но, по идее, не должен. Кстати, я, на самом деле, не знаю, насколько он имбалук. Потому что я им ни разу не пользовался. Я просто знаю, что его здесь можно достать. И, да, я его доставал. О, кстати, таблички есть. Можно будет в рот матрасу отдать. Так, тут че? Тут вроде это. А тут не Меркорь, если? Там пещера явно где-то. А вот тут нет пещеры? Нет. Тут нет пещеры. Но там должна быть пещера. Ага, вот и она. Это логово полевых хищников. Фига. А этого, когда я успел настолько ушатать, там че, критануло? Каких там, один или два, я понятнее могу. Один. А, не, нифига не критануло. Я просто много сношу. Это просто классно. Просто классный лук. Штольц просто тащит. Он разваливает. Красный чел. Классный чел. В чем-то и красный. Красно-белый получается. Потому что он. Есть красные пятна на робе этого ополченца. А есть белый. Есть коричневый, кстати. Так. Тут вообще что-то полезное-то есть. Низели подняли. О, золотое кольцо. Вот как я потом разберусь, что вот это золотое кольцо, оно не принадлежит нахрен Грэгу. Да ядрить. Кто-то раскидал деньги-то по одной. О, это что? Блин, ржавый. Ржавый бесполезный меч. Оп, гриб. Так, нам надо на башню. На вот эту вот. Нам очень надо туда попасть. Я очень хочу посмотреть лук. Вспомнить, что он дает. Я помню только одну его особенность, которую я пока не буду говорить. Но я, по крайней мере, о ней помню. Так, нет, я ни хрена не туда иду. Я подобрал кожаный кошелек. А, ну хотя у меня больше нет кожаных кошельков. Я просто потому, что вот если бы у Грэга был там где-то, блин, тоже кожаный кошелек, то я бы случайно его открыл. Я, возможно, его даже открыл уже. Сам того не ведаю. Ну а как бы я его отлечил? Его кошелек нет, его кошелька. Это нереально. Так, ну тут чел занимается делами. По-моему, нам не сюда надо идти. Там где-то в другом месте должен быть подъем. Может быть, даже вот там. Гром. Майор, что ли, интересно. Ну-ка, проверим. Что-то бедненько, бедненько. А, в втором сундуке? Твоими, двоими королевствами. Так, ладно. Я думал, он себе еще что-нибудь найдет полезное. Ржавый меч, ну... Зачем ему ржавый меч? Помочь, что ли, ему чуть-чуть? Так, ладно. Помогли. Я там что-то надпил сделал. Все в порядке. Ах, незнакомый странник. Я очень занят. Что ты хочешь? Знаю, знать, как дела. Ты просто в таком странном месте здесь и не обитаешь. Ну, чем обычно занимаются дровосеки и охотники? А ты кто? Дровосек или охотник? На что интересное стоит обратить внимание здесь? Интересное, это хорошо сказано. Если ты углубишься в здешний лес, то наткнешься на очень злобных парней. Они около десяти футов высотой, волосатый и в очень дурном расположении духа. Так что лучше не ходи туда, если не считаешь, что достаточно силен. А как ты узнал, что я так считаю? Я не считаю, что достаточно силен. Ты можешь научить меня охотиться? Конечно. О! Но сначала принеси мне приличной еды. То у меня еще полно приличной и бесприличной. Я хочу бутыль молока, буханку хлеба и жирный округ. Жирный округ. И тогда я научу тебя всему, что сам знаю. По-моему, мне все есть. На. Вот еда. Как ты просил? Фантастика. Мэджик. И что теперь? Бучай, чего? Научи меня охотиться. Что ты хочешь узнать? Все. О. Сердце. Ну, рок-мракориса как будто полезно звучит, да? Чтобы отделить рок-мракориса, надави на него всем своим весом, подрезая при этом основание острым ножом. Да. Научи меня охотиться. Для начала очень сложно. Что ты хочешь узнать? Сердце. Блин, почему манги было один из-за этого? Ты можешь вырезать сердце, животное. Сделав глубокий разрез в его грудной клетке. Я что-то еще про сердца не помню. Но обычно это имеет смысл только в случае особых животных или магических существ. Вообще не помню. Научи меня. Что ты хочешь? Ну, обучим все. Челюсть животного нужно вынимать осторожно, чтобы не разломить ее, когда она отделяется от черепа. Научи. Что ты хочешь? Вандибулы краулера или полевого хищника? Полевого хищника тоже можно мандибулу отрывать. Ничего, на. Блин, а я всех вырезал уже. Черт. Что это мы с тобой продолбались? Блин, все 10 очков слил. Кек. Как будто и не было уровня. Ладно, надо к бандитам пробираться тогда. Сколько у меня стрел? 112 уже всего лишь. Блин, это проблема, кстати. Это прям не очень много. Надо было бы затариться где-то, но... Единственный вариант, на ферме, конечно, но что-то... Что-то я не хочу на нее идти пока. Мало ли меня там втащит прям с ворота, блин, сразу же. Так, они будут сразу же на меня, типа, баковать? Или по-дружески? Что? 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 Блин, я даже напрягся или... Че-че за нахрен? О, хрен, откуда эта зуба? Блин, откуда вы тут-то взялись еще? Есть только один способ попасть в наш лагерь с живым. Через мост! Как будто у меня без того проблем не хватает. Ладно, чего? Вот начал кипятить с учетом. Через мост, так через мост? Че? Вот, иду через мост. Стой! Тебе сюда нельзя! Я хочу поговорить с вашим главарем. А, понимаю. Ты хочешь поговорить с моим боссом? Что ж, тогда, конечно же, я позволю тебе пройти. Но только если ты назовешь его имя. А если нет, мне придется убить тебя. Ну, совершенно случайно я знаю его, или? Декстер! Ну, похоже, ты действительно... Ты действительно знаешь нашего босса. Все. Думаю, разведешь меня, да? Хорошо, я позволю тебе пройти. Ахренто. Но предупреждаю тебя, если ты подойдешь к кому-нибудь слишком близко, ты не выйдешь оттуда живьем. Так что вдохни поглубже и держи свой меч в ножнах. Ой, хорошо, что у меня его нету. Чувак, у меня даже меча нету. Это абсолютно очевидно. А как я пройду-то? Ты сказал, не подходить близко. А как я мимо тебя пройду? Эх! Возможно, я говорил тебе раньше. Это было, блин, близко. Ну, в смысле, не было близко, но было близко к тому, чтобы быть близко. Что у вас тут все разбросано? Блин, эти что-то овец прям шерстью жарят. Скажи мне, что это не так. Что-нибудь за фетиш странный? Ничто не изменит это. Никто ничего не хочет знать. Как может продолжаться вечность? Никто не против, что я здесь понахожусь чуть-чуть, да? Ммм, да, ну, такого. Ничего интересного, на удивление, у них нету. Больше полезности на земле разбросано. Что это за пещера? Кстати, да, а что у них здесь за пещера? Что они тут добывают? Вряд ли это магическое орудие. Деньги разбросаны просто повсюду. Ну, кстати, тут кнопка есть. Чуваки, я нажму? Можно я нажму? Я нажал. Не, я пока не хочу туда. Так, он тут? Он вроде тут должен быть. Значит, нам пока не сюда. Где Григорио? А, откуда дорога ведет? Что-то такое, я даже не помню. Фига. Так, я достану на всякий случай. Еще один вход в шахту, что ли? Я, я что-то не помню такое место. Любопытненько. А тут закрыто. А, ядреть. Нет. Ядреть. Нет. Да вы че? Да я пошутил. Да нет. Мужик. Ой, сердечко прихватило. Это не то, что я ожидал увидеть. Вообще не то, что я ожидал увидеть. Пипец. Просто пипец. Чего? С кем делетесь-то? Грег, ты че? Но и где это, свинья? Кто? Главарь? Что происходит-то? Тогда прочь с моей дороги. Да и грить. Вать Машу, что творится? Че? Че за нахрен? Что творится-то? Что опять за ад происходит? Непонятно. Еще одним монстром стал. Да за что меня-то? Да вы че? Да это все Грег. Блин. Ядреть. Да пошли вы. Подстава какая. Скотина. Да ядреть. Я даже не успел с Декстером поговорить. Какого хрена? Да ядреть. Ты куда? Че за крень вообще? Че за нахрен? Где он там? Куда он делся? Он пошел этого бить. Стой там. Грег. Тебе вообще насрать на все? Че ты? А с ним чего? Он-то че стоит? Понял. Да ядреть. Да почему меня-то? Что опять за жесть происходит? Я не понимаю. У меня никогда такого не было. В смысле. Столько всяких каких-то дикостей. Тут одна за другой происходит. Блин. Че у них за разборки нахрен? Что? Декстер показывает, как левитировать, блин, над камином? Ух ты, блин. Так. Ничего не произошло. Все нормально. Грег. Декстер. У вас все в порядке-то? Наядрить, колотить. Просто пипец. Нечего взять. Поворотно туда получается. Блин, а я же должен был у него, по идее, узнать. Блин, я же по идее должен был у него знать про людей. Давайте знать, что сделаем. Мы сейчас где-нибудь здесь посеемся. Так. Для того, чтобы посеяться, надо нажать сохранить игру, а не загрузить. Ладно. Забудем ту шизу, которая произошла. Будем считать, что ее не было. Посмотрите, кто пришел. Великий освободитель. Что ж, герой, что ты делаешь здесь? Я хочу получить ответы на несколько вопросов. Не ожидал я, что ты придешь сюда добровольно. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я разыскивал тебя. Чтобы что? Неужели тебе не попадались мои объявления о розыске? Попадались? На них изображена твоя рожа. Хреновный рисунок, кстати. Тогда тебя усиленно разыскивают. Разве ты не знал? Итак, что тебе от меня надо? Мне? Абсолютно ничего. Ну и зачем? Но мой хозяин просто дьявольски жаждет твоей смерти. Поэтому он приказал мне найти тебя и доставить ему твою голову. А кто он? Ладно, пока ты. Ладно, пока ты. Более важный вопрос. Так, ты это выяснил. Да. Хорошая работа, приятель. Спасибо. А я думал, я надежно заметаю все следы. Да не очень. Куда попадают похищенные люди? Работают где-то здесь, в рудниках? Нет, нет. Они далеко на северо-востоке. Тебе туда не добраться. Я мог бы показать тебе, где именно. Но мне совершенно не хочется. Почему? Потому что ты говно. Кто дает тебе приказы? Хозяин? Очень опасный человек. Впрочем, ты его знаешь. Это Ворон. Один из бывших рудных баронов из долины рудников. Я его не убил. Эти люди нужны ему для выполнения его плана. Мне кажется, я его убил. Все, что тебе нужно снять. Ну ладно. Ворон напасен? Перестань. Ворон напасен? Перестань. Да что тебе известно? Ты не знаешь его, как ясно. В смысле? Да, он действительно был жалкой свиньей. Но теперь, после падения барьера, он изменился. Какая свинья? Его лицо легла черная тень. Если слишком долго смотреть ему в глаза, его взгляд пронзит тебя, как когти хищника. Я дам тебе один совет. Так. Беги из Хориниса. Беги, пока еще не слишком поздно. Здесь тебя ждет лишь верная смерть. Ты не понял, ты меня вроде хотел найти и убить. Я что-то вообще ничего не понимаю. Ты сказал, что я могу убежать. Вот почему я даю тебе еще один шанс. Свалим. Ну ладно. Уходи. И больше не попадайся мне на пути. Я должен узнать, куда ты отправил людей. Ты мог бы попробовать силой заставить меня говорить. Думаю, у тебя лучше уйти. Если я увижу тебя еще раз, то без колебаний убью. Я предупредил тебя. Ладно. Да я убрал лапы. Да я убрал лапы. Да я убрал лапы. Зелик какие-то. Ничего себе. Он что, поднимается? По звуку не очень понятно. Зелик. 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 Что-то я не понял, куда он убежал в итоге. Тебя не следует покатываться здесь, пират. Оп. Грег пришел всех разваливать. Едрить. ищи вода качу несколько что-то блин да блин грэк сарямбо все что-то махались я включаем почему так смотрит на меня так он где-то действие делиться а сейчас нас приберился походу так я могу здесь пройти это точно-то башни добрый день простите вечер в чем дело ни в чем все все в порядке продолжайте спать так может продолжаться вечность да вон он так и шоу да блин по моему здесь надо залезать вода об ему надо специальные стрелы так вы не стрела он обычными не может стрелять до стрелы стирала немного да да он не может стрелять потому что стрел нет окей да мы его пока не будем использовать оставим на какие-нибудь на случай важных переговоров к очень важных переговоров чпунь интересно можно где-то еще стрелы найти огненные какой интересно еще у лука урон типа вот пятьдесят какие-то базовые там еще от огня что в ванильном готике без этого без ночи ворона там вообще как бы понятие а но огненный урон так то есть да он маги видимо аналогично работает так хочу в этот раз грех не триггерится делаем что такое тут вставал здесь он прилетал сейчас не прилетают можно опять скелет привести к нему гости пожалуй так сделаем стопа некоторый раз не получится ну то раз прям какая-то истерия началась игрек с декстра начали боговаться как не в себя так где-то еще был цветочек я по-моему собирал то смысле а почему они уже меч достали просто не сидели ниже воды и тише травы тише травы и ниже воды где еще трава была тут где-то а вот он я зачем нет луговой горец пусть будет так сейчас только у них не прям в лицо далеко да иди ты нахрен да пошел ты падла через дверь мне втащил насрать план говно ну что он просто сам прибежал короче грег может он уже здесь ну-ка ну-ка да блин почему он то триггерится то не триггерится от чего это зависит то кто сказал тебе это ничего не помню первый раз я сюда пришел он такой оп появился ниоткуда там декстер начал на меня бы ковать и он тоже появился ниоткуда может на них краудеров вытащить чтобы мне скучно было ну-ка ну-ка да ядрить да блин сраные ворота да ядрить мужики спасайте мужики о сработало о да почему у меня то блин да в коммуне то можно попасть и дрит как опасно все это выглядит пипец да побегаю по крыше успокойся столь труб и ничего ничего хорошего там ничего нет я надеюсь он не про меня это говорю что мы с ним встретимся здесь нет я не хочу с ним больше встречаться а из этого не выйдет ничего хорошего я постоянно случайно тоже шмальнул там ничего нет из этого не выйдет ничего хорошего да почему у него кстати не было стрел из этого не выйдет ничего хорошего так ну декстра здесь нет в этой куче из этого не выйдет ничего хорошего да он убежал ну почему он на крыше что за хрень почему у меня такого раньше никогда не было откуда столько багов непонятно грек ядрить он слез да что ты делаешь то грек ядрить колотить грегори ну блин окей еще один гений один по крыше носится другой блин в этот в камин уперся так может если я в него шмальну он что он не передумал да насрать приказы меня забрал это письмо предводитель абонитов декста ключ от сундука принадлежащего дексту грегори грек грек все все позади грек грек все позади грек грек ладно утро вечера мудренее так это не тот сундук что за сундук принадлежащий декстеру может тот как раз который мы не могли открыть ну в пещере в той сомнительно конечно так а наверху цундуков не было насколько я помню реально никого стрел нету пипец так а там чуваки кстати остались еще что которая вот вот вон 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 там пыли да стражник он стоит ай-яй-яй-яй-яй подожди он агрессирует агрессирует не надо тупой ублюдок то что тупой то я соглашусь конечно что тупой не сохранился ни хрена ох ты ж ешкин крот тут мне рад что погибель появляется просто когда за варушка начинается какая-либо инвы о а я тут я тут как тут пришел вам помогать бежит по звуку слышу вы чапает вот иммагинировали неожиданно появление не время для разговоров зрить ты какого хрена меня тут одного бросил грегори ядрить колотить чё за на чем тут в лике то так понял нельзя давать ему с собой заговорить раз так отбегаем в сторону на сторону бежать так что началась в ладошка еще одним монстром стало меньше ты мерзкий пират блин дай мне хоть конь да нет грегори ядрить подонок помогаешь ему помогаешь он просто бьет где в хлебалу втаскивает из того чтобы убить грязных тварей и а и 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 я думаю успеет справился 2 чеки и будь что ядрить колоти что за нахрен опять это не так должно работать я должен их убивать да падла в секс вся экспами не сквозь пальцем нахрен какого черта не на меня напали посылится у краулера у меня еще из идей был появилась залезть на крышу и начать по ним шмалять но неожиданно сто процентов всех появятся луки начнутом не шмалять в ответ такие зачем короче нет план говна действуем по старой схеме открываем краулера как ракена собственно не достаем оружие самое главное доставать оружие чтобы не показать им свою грязь и как они справились с ним можно попасть да почему игрить ступняк он не сильно навешает итоге они смотрите забыл про меня окей стой трус мы еще встретимся там ничего нет там не из этого не выйдет ничего хорошего чему он на крышу залезает что за прикол нечего за этого не выйдет ничего хорошего там ничего нет из этого не выйдет ничего хорошего там ничего нет ладно походу нет у всех а нет не все почему не сучьями ходят и подожди я должен убить там 200 вспышишь стой не убивая его насрать тогда уж значит декстер свое получил похоже не могу сказать что мне его жалко проверь что у него было с собой я нашел только это письмо покажи ты мне его отдашь нет нет значит я здесь застрял на декстера у меня была последняя надежда так а зачем ты его убил то дурень а что тебе было нужно от декстера я приплыл сюда из-за северо-восточных гор я хочу туда вернуться я надеялся что этот ублюдок расскажет мне как добраться туда без корабля недалеко от города я встретил пирата по имени скип а этот идиот я ждал его три дня почему он не появился раньше ничего я ему еще покажу что к чему а что находится за этими горами тебе даже не стоит пытаться туда попасть земли там суровые такому человеку как ты долго там не протянуть ну не знаю так а что еще и еще кое-что сначала принеси мне все мои вещи потом мы поговорим блин наш запомнил повторю я собрал где-то зарыл свои вещи так посмотрим на озере с двумя это взял ли есть небольшой островок на верхних пастбищах есть еще два места где я закопал сокровище такой верхний раз за находящийся там фермой а второе рядом с входом в проход у водопада от верхних пастбищ поляна ведет лестница так там на линии в которую она спускается есть еще один тайник последний а ну то есть осталось только у водопадов у прохода понял как будто не проблема че было бумаги то текстер ублюдок когда еще был рудным бароном ты не был настолько ненадежен если ты в ближайшее время не пришлешь мне новую партию похищенных людей то у нас начнутся серьезные проблемы с ребятами мне нужны новые рабы или ребята вас бунтуются думаю мне не нужно объяснять тебе что это означает уже скоро я попаду в храм меньше всего мне сейчас нужны проблемы и еще одна рано или поздно нам придется найти путь через северо-восточные горы если мы не будем платить пиратам они перестанут заниматься нашими перевозками ворон ладно так что такое но обидно что не я так строгу 200 экспы на хрен 200 200 до 2 раза по 100 то столько сколько он не дал за выполнение задания блин сумме могло быть три раза по 100 надо явно вздремнуть хотя где можно пойти просто разобраться бандитами которые там на башне очень силу в башне и в башне стражника это кончено оказалось там так стащил тут раз мишу в ушах зазвенело о не подобрали ой не нравится что он подходит твой ублюдо прядь это сам ублюдок видите че он такой жесткий то капец там ничего нет подождите где сук а вот так я вот я вот оттуда не попаду а здесь нет крыши здесь крыши заканчивается отсюда не видно чпунь о краулер то где а вот еще раз посадится и ну краулера я не развалю он убьет больно и сажаем мало так как бы как бы что сделать то ну не это фигня ну не это чушь это чушь вот этот трюк я провернул попади еще 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 давай 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 еще разок еще разок приятнее окей 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 вообще не попадаю куда-то перед ним где-то стрелы вот с вонзаются гек за нахрен реально спрыгнул почему он не попал то них вина скотина ну да звончины давай давай ну что лиц ты справишься может не справиться а вот снял не того но пойдет ни хрена себе за стражник это 400 давали как обидно что этого забрал ну как минимум мы дали ему возможность проснуться обидно что никто из этого не увидит ничего хорошего на самом деле ох нихрена он пошевелился ну понятно почему он дамажит много анимала потому что у этих сучья у него была шпага оказывается о и у этого шпага что скал скалыватель черепов ой раскалыватель солидно а это что-то банка а лечебка чувак прилег привыкнул немножечко почему сундук так открыл сундук декстера что ли считаете он замок есть не живет сундук декстера с почему он здесь тогда странная фигня ладно мы повидали много всякого странного дерьма и без этого надо сдремнуть исходить видимо достать последнее сокровище грега стоит куда он дальше от чарит за финал диего притащил чё все решили этот чудом ночью трупы перетаскивал пока я спал при ну грега я нас было есть проблемы до вместо того чтобы ночью поспать он всех раскладывал жесть с ним лучше не шутить вообще ни хрена реально всех разве растащил по местам а больной блюдок ядрить акции здесь можно вроде спуститься нет давай или стрёмно шажочек оп нет походу это не самая лучшая идея а а что а ладно не могу сказать что я не удивлен ого и га мясо мою моллюску то неплохо дает ладно хватит а блин у снайпера я точно не убью яд печально зато я могу его распотрошить толку правда от этого ну можно попробовать его пострелять вдруг он такой возьмет и начнет отъезжать хотя у меня стрел осталось пятьдесят четыре мне срочно надо вымога за стрелами а кстати еще живет квест забаговался телепортационные камни можно ли снова воспользоваться именно разбаговаться по идее я должен был поговорить с владельцем таверны но у меня не было такого диалога так мы где-то здесь мне должны сожрать лицо а вон он да это он почему-то по-моему необычный снайпер даже какой-то там драконь или что-то такое нет мне кажется здесь должно быть место куда он не может залезть это не он а дерево ладно а где он тогда что-то не видно так на всякий случай я попробую залезть на этот камень а вот он и третьего не видно ни хрена пыркающий драконий снайпер ну ка я сношу ровно ни хрена походу да буквально ни хрена не сношу ему сразу на меня побежал значит я в него один-то раз попал о да там буквально убавляется по миллиметру ладно не очень-то хотелось меня сейчас убивать тут он много других ребят менее агрессивных из этого не выйдет ничего хорошего почему-то так пенси почему он все время пессимистично так настроен что из этого ничего не выйдет хорошего да блин да попадай да господи что там ничего не этого не выйдет ничего хорошего а почему а я не научу я не умею когти вырывать это отдельно надо учить ах ты же ёшкин крот а а кто этому учит почему тот мне не научил это да сранец ага кажется я кое-что нашел да конечно да тогда уж и к паладинам заодно зайти и не поговорить раз уж мы здесь чтобы сделать небольшое продвижение и по сюжету в основном блин ну ну и дрить понимаешь у тебя стрел нету ну что ты такой косой 28 ёперный театр ёперный театр а сейчас тут кто-нибудь ворот еще на меня нападет мне же вообще нечем добиваться будет ожидает я и лет diam по идее никто не должен пока что надеюсь что так долго то почему не всегда казалось что это как-то быстрее проходила это кто ган джеймс ганн это вы известный режиссер у тебя здесь просторно да мне здесь нравится но если ты пойдешь вон по тому проходу ты можешь переменить свое мнение если этот клочок земли произвел впечатление на тебя значит ты еще не видел долины рудников я вообще видел конечно но кто ты меня зовут ган я охотник и работаю на бенгара фермера владеющего этими высокогорными пастбищами я провожу большую часть времени на природе греясь на солнце что мне нужно знать о долине рудников понятия не имею я видел эту долину только мельком по мне этом слишком опасно лучше всего если ты пойдешь туда по проходу держись протоптанной дорожки ты можешь пойти либо через большое ущелье либо по дороге через каменный мост этот путь короче и безопаснее теперь когда орки роются повсюду нужно быть очень осторожным мне совсем не хочется тащить тебя к ведьме целительница кто такая ведьма целительница ее зовут сагитта она лечит фермеров и других людей живущих вне города очень ярко желающая женщина никому не нравится ходить к ней и все обожают распускать они и сплетни но если ты заболеешь ты нигде не найдешь лучшей помощи чем у сагиты на ее кухне полной целебных трав ты найдешь ее в лесу за фермой сикоба понял обязательно туда скажу и можешь научить меня охотиться нет проблем за 100 монет я могу показать тебе как выпотрошить живот в каком плане после я другие трофеи можно выгодно продаваться часть уже научился делать ну ладно смотрим спасибо прикольности застон не обучил это зависит крылья жевал ровно хватает звери твои руки должны быть слегка скрещены затем торговцы всегда готовы выложить круглый лично черт лучше всего отделить крылья кровавой мухи отрубив их ударом острого ножа как можно ближе к телу нужно быть очень аккуратным чтобы не повредить нежную ткань крыльев они не будут ничего стоить если ты повредишь их ну блин мне кажется к ним вообще именно мух очень сложно чему ты можешь обучить меня не костюм западают уже повредят у этих мух есть мягкое место на спине если нажать там жало выдвинется очень далеко и ты сможешь вырезать его при помощи ножа спасибо чел теперь-то я видимо все умею до доставать знаете шкуры звучит остальное где иностранные языки а это иностранный язык это таблички так о чем такие покоться на это надо посылится вроде здесь никого пока нет агрессивного на мясо можно пожарить я бы несколько кусочков кажется жарится быстрее чем изначально это было но все равно долго можно было поставить этот аддон мод мод которым там можно типа вы бы нажать просто пожарите мясо но это как-то не реалистично я же не могу сразу на сковородку положить там 20 кусков мяса тут же прям реальный роллплей по возможности реально так сколько мы пожарили 40 минут пойдет пока хватит нам на какое-то время хватит добрый день господа как у вас тут дела как служба ты уверен что хочешь пойти туда вообще не или кота не уйдешь там же не воде есть путь в долину горлов я найду его хорошо тогда иди иди сына сам можно одному пойти как обстановка все спокойно мы держим ситуацию встреча сына со защищать как об спи а можно одним глазком заглянуть давайте одним глазком посмотри помните бот загрузка до или как колонии монки не бесшовный мир это классно что мне 20 стрел осталось хотя волк молодой странно кстати даже здесь молодые волки как будто лавой лоу-левельные такие нечего взять сколько мы теперь всего доставать умеем музыка из какого-то вестерна не 100 лет здесь не был эти буквально что когда я пробовал начинать играть замада не так давно то я до сюда не доходил я впервые из первой главы не уходил потому что я пытался всех зачистить с помощью всех зачистить сила этого не выйдет ничего хорошего на всю доступную локацию а эта часть естественно недоступна пока ты я главу не закроешь так стоп так и пока чуть не очень понимаю немножко к нашли поиграть все от гоблин отъехать я пока немножко не понимаю это место тоже рудник ну и долина рудников уже что по идее в долину рудников спускались на лифте и достаточно большого хорошего высоком лифте то кольцо то есть мы не можем просто пройти прямо и вдруг оказаться ты линии рудников кинжал все такое нищебродская странно подозрительно подозрительно обращаться нигде нет стрел прикиньте ни одной нахрен стрелы ни одной серьезно это проход длина рудников понял это пещера которая в самом начале помните было надо было закрыто первой части они мужик не надо возвращаемся пока почему там ночь эти мы вроде светло ж было в туннеле столько шел что ночь наступила ладно с этим может быть ну что нужно было сильно вниз спуститься может быть правы просто далеко долго шел так и оттуда могу попасть могу но зачем явно ничего не охранен я пожалуй просто пройду что там четыре стрелы четыре стрелы всего лишь осталось интересно сколько там волков ну ну минимум один минимум два последний там ничего нет там по идее что-то еще есть ага там орки ну и хрен с ними все что хотел я узнал все что хотел я узнал что блин я сейчас выйду там не будет этого кента вроде бы нет все нам надо гребу дайте ну и чё дайте гребу пойти тогда в эту в эту на ферму просто с нихрена рапира здесь валяется кей блин а мне доспехи не хотят полушидать я бы вообще не отказался эти какие-то реально беспонтовые что они дают защиту по 40 всего какой-то он страшный лоховской разваливал путь с двух ударов надо купить стрел 500 у меня столько денег есть конечно есть стрел 500 купить даже 500 звучит мало причина подумать сколько нам стрел на накупить все еще не теряя надежды найти где-нибудь продажи амулет на плюс 10 к ловкости считаю это очень полезной штукой было неплохо даже еще к ольцам найти так как я поднимался а все что получается мы говорим грегори мы все выкопали вроде бы мы все выкопали теперь он получается дальше от чалит уже на северо-восток куда-то как-то я нашел все закопанные вещи тогда у тебя должно быть около ста золотых золотая чаша серебряное блюдо и амулет давай их сюда амулетом вот твои вещи 100 золотых золотая чаша серебряное блюдо и амулет очень хорошо вижу тебя что амулет признаки в себе мои вещи вот твоя доля отдай амулет и еще кое-что сменая какой там был амулет дарин что ты мне помог но это не делает нас друзьями понимаешь о чем я понимаю и конечно ладно и в жопу с дремнем пожалуй хорошо мы выспались и отдохнули пускай просто кайф поспали от души я фово что звук именно с дерева был типа мы прошли мимо и звук остался на дереве вороны соу иммерсив получается надо сходить водички бы немножко налить то что-то капец жарко тоже много бесед будет сейчас прям капец здесь почти все именные елена гунар вольф кстати это чего тебе нужно ты присоединился городским нищим похоже на то похоже на то я скажу тебе одну вещь неважно что ты носишь я вижу тебя нас но чё ты мне так ты просто скользкий маленький бездельник и ничего больше ты хрен с ним я должен идти да проваливай да пошел ты ему стоило сто раз подумать так не ну чё я все попить налить час секундочку он думает это так просто он сам бы никогда не додумался он бежал так как будто за ним гнался садель и если все будет по-другому он сам так решил он бежал так как будто за ним гнался садель и не хочет знать это услышал он думает это так просто он узнал это не от меня я тоже так считаю даже не знаешь кому верить я теперь даже не знаю у верить наше дни даже не знаешь кому он думает это так просто я не верю что это что-то изменит опять то же самое если все будет по-другому никто ничего не хочет я не верю что это что-то изменит скажи почему это меня не удивляет тоже небольшое дело я лучше не буду вмешиваться важна только сила так что не надо я бы так не смог я не хочу иметь к этому никакого отношения у меня собственное мнение этого я тебе сказать не могу где ты это услышал скажи мне что это не так это было всегда очевидно тоже небольшое дело мой бизнес пойди туда сделай это это все сплетни ему стоило сто раз подумать я что-то слышал об этом просто послушай что он говорит никто ничему не учится у меня не должен все хорошенько взвесить я бы так не смог это было всегда очевидно у меня нет времени на это и это правда я даже не знал об этом ему стоило сразу подумать рот здравствуйте он сам так решил первый раз слышал об этом не особо меня это интересно конечно что тебе нужно от меня детка у меня нет да пошел все таки грубо это капец гонор я не хочу иметь к этому никакого как дела людей из города здесь не жалуют ага наемники приходят отовсюду большинство из них пришло из колонии и еще одна группа наемников пришла с юга там они вероятно охотились на орков и я готов поклясться что несколько бандитов в городе тоже пришли сюда чтобы получить бесплатную еду так что ты знаешь о наемниках с юга не многое насколько мне известно они охотились там на орков их босс Сильвио Булка Синтеза Рауль и еще несколько парней работают на него это плохой бизнес окей ладно а кто пришел из колонии Ли и его люди Торлов Корт Джарвис Вольф и кое-кто еще жалко что они Волка Вольфом назвали ну типа зачем наемники приходят отовсюду большинство из них почему фразы не пропадают которые я уже спросил а что это за бандиты о которых ты говоришь а это я просто так если честно я не совсем уверен в этом к югу от этой долины находятся горы с заброшенными шахтами там прячутся какие-то бандиты они тоже каторжники из колонии как и большинство наемников а к югу может которых я развалил единственная разница что там совсем отъявленные головорезы они убивают всех кто подходит слишком близко или нет ничего не понял ну ладно как людей так очень странный персонаж он именной но не могу сказать что прям супер что-то интересное рассказать так давайте проверим что нас помнит или нет как дела я знаю что тебе нужно здесь то доспехи чтоб ты мне сделал очередные понятия не имеется ты можешь что-нибудь продать ох лучше не спрашивай беннет один из новых парней теперь заведует оружием и доспехом обильно в колонии я отвечал за весь арсенал ли и вот пришел хороший кузнец ты же луком продавал кузнец мне очень нужна новая работа даже если это будет охрана местных ферм меня это не волнует лишь бы только не бить баклуши здесь так окей этого я тебе сказать не могу в городе не пытался найти работу в городе в городе ха ха да меня туда силком не затащат или ты думаешь что я стану работать солдатом ополчения я даже представить себе не могу в этой дурацкой унифор я могу себе представить это не нет забудь об этом хотя здесь на ферме и нечем заняться но по крайней мере я могу делать что хочу я в другой тоже могу делать что хочу ну как не наш пока нет дай мне хорошо ты можешь научить меня чему-нибудь я могу научить тебя секретом обращения с луком если хочешь все равно мне сейчас нечего делать он думает это так просто я чему обой никто ничего не почему обучить видимо ничему потому что я полный ноль не нужно верить всему что говорят понятия я уже подумал так у кого стрелы продаются бенн я не продаю оружие халят продаю господин он находится в доме он это действительно ты блин он так же сказал что он отвечает за резинанс мне просто интересно ты когда-нибудь видел фермера который ковал бы оружие нет тогда зачем ты задаешь такие тупые вопросы что нормально кто задал какое оружие ты делаешь сейчас обычные мечи больше ничего а понял если бы у меня была магическая руда я мог бы выковать оружие превосходящее любой меч из обычной стали ты случайно не знаешь где можно раздобыть руды кроме как в долине рудников я имею ввиду нет ну я помню он продал кусок кому-то такова ты можешь научить конечно впрочем это обойдет пусть возьмет должен сказать это очень хорошая цена так недорого стоит уковать магическое магическое оружие я обычно тоже не знаешь основ сначала ты должен научиться ковать обычные мечи а там хорошо а как насчет кузнец что тебе ну о стрел класс я не хочу иметь к этому никакого отношения ты пусть наемник шляпа молот кузнеца не то что вам не нужен был еще и стоит так дороже как ты сказал а ты действительно веришь я уже подумал он бежал так как будто за ним ползи сам деле ну это удобность его закупать ну не очень удобно но нормально а а говоришь у меня собственное мнение он сам соточку возьмем да а я уже подумал у меня и так хватает с тобой согласен если он этого не должен все хорошенько окей шо тут у вас еще есть джарвис джарвис где тони старк эй я тебя откуда-то знаю может быть и я тоже был в колонии точно что тебе нужно блин я не помню какого ситуация назревают большие проблемы наемники раскалываются на две фракции сильвио на фракции разваливаются что ли выбрал правильный путь прям как в мстителях а как случилось что появились две фракции большинство из нас пришло из колонии вместе с ли но некоторые наемники присоединились к нам позже они не из колонии они были южнее и сражались с орками они как-то прослушали что ли нужны люди их лидером был сильный он согласился что командовать будет ли но теперь он пытается подбить наемников против ли и его плана большинство из людей ли не принимает эту проблему всерьез но я хорошо знаю таких парней как сильвио он способен дойти до экстремизма чтобы реализовать свои идеи обсуждаем такого ты знаешь что собирается делать ли он планирует вытащить нас всех с этого острова и нас свидетель я не имею ничего против того чтобы убраться отсюда да я тоже не имею я не знаю как ли собирается провернуть это но я доверяю ему он всегда был хорошим вожаком ты знаешь что планирует власть ты знаешь что планирует власть пьяня какая есть но ты сделал неверный выбор ты мог бы ну простите чё все так на меня уставились полка силе немножко не напрягает конечно своим взглядом нам двоим почему о чем как дела разве я давал тебе разрешение обратиться ко мне дерьмо что ты думаешь али хороший боец я бы не стал вступать в схватку с ним если конечно ее можно было бы избежать сильвио не любит болтунов ты мог бы так ядрить пошел нахрен пошел нахрен пошел нахрен пошел я тебя еще достану да ядрить ну так пожалуйста не бей по спине сраный крит везунчик блин если я его развалю все таки типа булку я имею ввиду 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 ну короче два раза поговорить и после этого он агрессор дар дар что ты куришь хочешь затянулся да не очень ну давай конечно достал свою плавную дар 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 где ты взял эту траву просветился дар ты действительно думаешь ничего не да че эту затяжку взял выкинул прикол ты что нибудь делаешь еще кроме как куришь сейчас нет ты что сейчас че то вопрос не соответствует тому что он ответил в итоге ну ладно оп добрый вечер ой день точнее кто пустил тебя сюда что ты делаешь на моей ферме ты просто пришел в гости так хочу купить овцы а ты бы купил овцы на твоей ферме если бы ты был другой овцы наше гостеприимство не распространяется на войска короля ну и че ты противостоишь городу как я слышал а теперь послушай ты я унаследовал эту ферму и эту землю от своего отца он унаследовал ее от своего отца так я не позволю этому жадному идиоту называющему себя королем разорить меня только для того чтобы накормить свои бесполезные армии война с орками длится уже целую вечность и к чему мы пришли мы стоим на грани поражения нет я предпочитаю оборонять свою ферму самостоятельно деньги что я сберегу таким образом пойдут на оплату моей собственной армии ну ну чёрт с тобой мугинь какой-то конечно в конце концов мы его поймали он слушал не тех людей о там по ходу ли стоит не должен все хорошенько взвесить тут есть что в наши дни даже и не знаешь кому верить ну сундук чей-то бесхозен вот ты ж ёшкин крот не то я теперь даже не знаю кому верить ну немного стрел он не заслужил этого да конечно не заслужил хотя если он этого не видит я ничем не могу помочь это было очевидно конечно очевидно что-то как-то скудненько у них в сундуках странно ой здравствуйте маха маха вы кто кто ты я жена анара мария что тебе здесь нужно да просто я просто хотел посмотреть как вы живете когда столько людей живет на ферме даже в доме покоя не найдешь они так и лезут сюда кто они тебя тебя беспокоят наемники ох ну зато с тех пор как пришли наемники хотя бы на ферме стало безопаснее когда мы были еще сами по себе так проблема то есть или нет я не понимаю что что они забирали большую часть урожая и овец тоже и ничего не давали нам взамен не кто из них даже воровали что плохо лежит не я ничего не врал вообще не 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 я знаю что не все вы такие да конечно нет а что они украли у тебя в основном золото и серебро они даже забрали мой свадебный подарок золотую тарелку я принес золотую тарелку ты ее взял это не твоя да это она огромное тебе спасибо а как насчет моего вознаграждения вот возьми это ты заслужил ну ладно даже не знаю откуда я ее нашел но пойдет расскажи мне о банаре он хороший человек немного сварливый очень раздражительный но у нас у всех есть свои недостатки я спросила своего мужа почему ты позволяешь солдатам из города так обращаться с собой сделай же что нибудь сказала я и он нанял наемников и теперь мне кажется что мы ведем войну но если подумать мы ведь действительно воюем разве нет вообще да что интересного было в последнее время мимо прошли паладины сначала мы подумали что они собираются напасть на нашу ферму но они прошли мимо в долину рудников по спасибо за информацию мах как у вас тут дела обстоят ого кровати еще кровати так как она сидит по идее она сидит спиной маш маха нет я не брал лимон простите малия простите я не трогал честно ничего не трогал лили дружище привет как дела сколько лет не виделись лиды обниму Какого дьявола тебя позволили пустить сюда? Что ты делаешь здесь? Я думал, ты мёртв. С чего ты так думал? Горн сказал мне, что это ты разрушил барьер. Да, это действительно был я. Никогда бы не подумал, что человек может выжить после всего этого. Что привело тебя сюда? Ну, как видишь, может. Ты же здесь не просто так. Ну, как сказать? Как сказать? Блин, как сказать? Я пришёл из Долины Рудников. Замок, находящийся там, был атакован драконами. Подожди, так я там совсем был. Ну, ладно, ладно. В Ларес говорил, что в городе циркулируют слухи о драконах. Я не поверил в это. Да я сам их не видел. А что насчёт паладинов? Они понесли большие потери. Хорошо. А откуда такая информация? Это заставит лорда Хагена отправиться со своими людьми в Долину Рудников. Чем меньше паладинов останется здесь, тем меньше. А в смысле? С чего ты взял? А чем ты здесь занимаешься? Это просто. Я делаю всё возможное, чтобы мы все смогли убраться с этого острова. Нет, это задача благая. Ну, тактика, конечно, сомнительная. Что за предложение ты хочешь сделать? Естественно, условием будет наше помилование и свободный путь на материк. Ты всё узнаешь, когда придёт время. Класс. Горн сказал тебе обо мне? Что произошло с ним? Ты ведь помнишь его, да? Конечно, я помню. Конечно. Классный чувак. Его поймали паладины и отправили назад в Долину Рудников с конвоем каторжников. Ну, это печально. Ну, это печально. Ну, ничего. Я схожу. Схожу и проведаю его там обязательно. С тобой всё в порядке. Если у тебя что-то важное, поговори с Ли, а меня оставь в покое. Да блин, мне сказали, что ты торгуешь. В итоге торговец. Чё так сложная схема какая-то? Волт сказал, что торговец этот, этот сказал, что торговец этот. Блин, я уже из дома иду. Чувак, ты опоздал. Мягко говоря, ты опоздал. Я уже заглянул в много мест. Так, торговец с тобой я говорил. Кому верить? Ты можешь помочь? Я мог бы показать тебе, как лучше из... Многие бойцы проигрывают из-за того, что не умеют правильно. То же самое касается ловкости и дальнобойного оружия. Я сказал, что я мог бы помочь тебе, но это не значит, что я буду помогать, пока ты не станешь одним из нас. Ага, да пошёл-то. Это действительно правда. Сифер? Эй! Что за сифер? Как дела? Эй! Я тебя откуда-то знаю? Возможно. Я торговал болотной травой в колонии. Помнишь? Нет. Да? Я не помню. А чем ты торгуешь сейчас? Ах, не спрашивай. Я принёс с собой из колонии целый тюк болотной травы. Многие наёмники не прочь иногда покурить травки. Я даже смог сколотить небольшое состояние на этом. Но какой-то ублюдок украл эту траву из моего сундука. Я почти уверен, что это бодо. Что за бодо? Он спит в той же комнате, что и я. И всегда ухмыляется при встрече. Как идиот. Я бы так не смог. И что ты собираешься делать с вором? Когда-нибудь я поймаю его, когда он будет курить мою траву. И тогда я найду огромное язвечко. Ну ладно. Блин, мне кажется, это да траву сперю. Если я вырублю его прямо здесь, посреди двора, на глазах у фермеров, я могу поплатиться за это. Это почему? Всё просто. Мы не можем досаждать фермеров. Иначе Лиза ставит нас заплатить солидный штраф. Так распорядил Санк. И чем больше свидетелей, тем больше шум поднимется. И штраф будет больше. Так что это нужно будет сделать аккуратно и тихо. Понятно? Покажи. У меня сейчас нет болотной травы. Ну, давай, что есть. У тебя вообще нихрена нет, оказывается. Понял? Блин, я бода никого вообще не видел. Ну, только дар вот здесь есть. Мне кажется, дар стырил траву-то. Сефер сказал мне, что кто-то украл у него тюк болотной травы. Ты ничего не знаешь об этом? Нет. Угу. Где тюк? Что я могу знать? Где должен быть детюк? Я расслабься. Я сли... Вот, затянись. Где? Что я могу... ...придрить? Это именно так... Что, мы сейчас его скрысим, что ли? Получается. Эй, ты! Я с... Кто? Нет, это сделал один из... Это тублюдок! Даже если ты найдешь его, это тебе не поможет. У него больше нет этого тюка. Он продал его в хорисе. Откуда ты знаешь? Где он? За кухней. Я при... Это действительно правда. Титрить, колотить. Драка! 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 Сифер проигрывает немножечко. О! Ни хрена ему повезло, как кританул. Ах ты сосуд! Я думаю, что лучше забрать твое оружие! Да ничего не... Я хочу забрать. Подожди минутку! Ты сделала с даро отбивную. Теперь тебе лучше? Ах... Да. Немного... Но не для него, я полагаю. Этот мерзкий воришка не должен был лазить в мой сундук. Ну понятно. Трепач! Ну прости. Где... То я... Чего нового? Ты просто послушай. Ты ж... Иногда я позволяю всяким... Мстительным болотным наркоманам задать мне взбучку. Чего? Ты ж... Сейчас не... Чего? Чё это был... Шиза какая-то. Блин, интересно, есть исход, в котором Сифер проигрывает? Привет, красавица! Просто он так начнет ссасывать сначала. Это, в смысле, всё будет по-другому? Говорят, что вы восстали против короля. Мой отец решил, что пришло время защищать себя самим. Твой батя-то Анар. А чем ты занимаешься? Я продаю то, что мы выращиваем на ферме. Если захочешь купить что-нибудь, дай мне знать. Но я хочу предупредить тебя. Я не люблю торговаться и не потерплю воровства. Понятно? Пон. Я в целом понятливе. Выбирай. Так, писти. Выбирай. Ладно. Нападение ополчения на соседние фермы происходит всё чаще и чаще. Это только вопрос времени. Когда мой отец... Я думаю, что наоборот перестали нападать. Лучше не живой, Нюна. Чё-то... Чё-то у них вообще ничего нет. На удивление. Ладно. Сегодня здесь закончим тогда. Никто сегодня не приходил особо. Поэтому... Ладно. Ну и плюс хочется выспаться. В последние дни приходилось вставать рано. Кому верить? Я бы сделал подругу. Поэтому... Никому не интересно. Сегодня всё. В следующий раз, наверное, вернёмся в Хоринис. Расскажем там про пропавших людей. Это правда. Таблички отдадим в рот матрасу. Там ещё вроде надо было сделать. А, кстати. Мы пойдём сначала направо, пройдём. Получается, за ферму этого челика. Который забыл как его зовут. На Эс как-то был. Там найдём, по идее, ведьму, получается. Она где-то там должна жить. Надо посмотреть, может быть, мы там Чувиху найдём. Вот эту у Люсили. Она вроде бы где-то там должна быть. Но это не точно. Ну, может, ещё какой-нибудь квазов возьмём там. На этих тварей, которых я уже убил. Грязных. Вот. А на сегодня всё. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.